В эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. В администрации муниципалитета состоялось очередное 20-е заседание Совета депутатов Ленинского городского округа. Так как мы сейчас уже живем в городском округе, у нас одна единая общая территория, естественно, нужно приводить все наши нормативные акты к единому образцу. Видному кинотеатра «Искра» установили главную новогоднюю елку. С появлением елки на главной центральной площади нашего города и у жителей уже появляется хорошее новогоднее настроение. В муниципалитете стартовали 17-е рождественские образовательные чтения. Такая работа обогащает педагогов новыми идеями, знаниями, помогает повысить уровень профессионального мастерства в деле воспитания подростков. В администрации муниципалитета состоялось очередное 20-е заседание Совета депутатов Ленинского городского округа. Оно прошло в режиме видеоконференции. На повестке дня стоял только один, но весьма важный вопрос. Народным избранникам предстояло утвердить правила благоустройства на территории Ленинского городского округа. Докладчиком по вопросу выступил заместитель главы администрации Сергей Гаврилов. Необходимость принятия новых правил благоустройства связана с преобразованием муниципалитета из района в округ. Раньше свои правила были в каждом поселении. Теперь на всей территории Ленинского городского округа будут действовать единые принципы в подходе к вопросу благоустройства. В отношении данного проекта была проведена антикоррупционная экспертиза. Коррупционных факторов не выявлено. В период с 15 сентября по 21 октября проводились общественные обсуждения. По результатам было подготовлено заключение непосредственно по предлагаемым правилам благоустройства. Документ определяет, как должен формироваться облик Ленинского городского округа, а также правила содержания и развития объектов благоустройства округа, доступности территорий общего пользования, в том числе с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. При обсуждении проекта правил благоустройства слово взял депутат от фракции КПРФ Павел Грудинин, но говорил он не о вопросе повестки дня, а о бюджете будущего года. В бюджете, в пункте 16, решение о бюджете, есть такой интересный пункт. Реализация мероприятий по созданию доступной среды жизнедеятельности инвалидов, других маломобильных групп, муниципальных учреждений физической культуры и спорта. В 2021 году бюджет Ленинского городского округа выделяет 2900 рублей. Если мы будем такие бюджеты принимать, то какие бы правила мы ни принимали, за 3000 рублей обеспечить доступность для инвалидов в учреждениях физкультуры и спорта мы не сможем. Спасибо за вопрос, но вы несколько исказили сумму, там 3 миллиона, а не 3000 рублей. Павел Николаевич, вы, как всегда, из контекста вырвали фразу, всего на обеспечение деятельности по доступной среде всего 3 миллиона. Уважаемые коллеги, мне кажется, мы перешли к рассмотрению совершенно другого вопроса. Конкретно по стальному вопросу, имеется ли к данному проекту правил по благоустройству на территории Ленинского района вопрос. Решение утвердить правила благоустройства на территории Ленинского городского округа депутаты приняли единогласно. Так как мы сейчас уже живем в городском округе, у нас одна единая общая территория, естественно, нужно приводить все наши нормативные акты к единому образцу, в том числе вот это основополагающее, я считаю, документ, он достаточно объемный, комплексный, который регулирует различные аспекты благоустройства на нашей территории. В решении локальных проблем жителям микрорайона Бутова парк помогает депутат по избирательному округу номер 4 Алексей Валуев. Наш корреспондент Дмитрий Книгов встретился с народным избранником и узнал, что было сделано за последнее время для улучшения качества жизни в микрорайоне. Бутова парк – один из самых густонаселенных микрорайонов Ленинского городского округа. Периодически у жителей возникают проблемы, решать которые им помогает муниципальный депутат Алексей Валуев. Так, недавно после его обращения в управляющую компанию у первого подъезда дома номер 5 появился плавный съезд с пандуса, которым пользуются проживающие здесь инвалиды. Пандус существовал, а к нему асфальтовая отмостка, то есть проезд и спуск отсутствовал. Тот, который был, не позволял нормально им пользоваться. Этим пандусом, собственно говоря, не были обеспечены условия для нормальной жизнедеятельности маломобильных групп граждан. Мною были написаны обращения, как от депутата, руководству Пиккомфорт для взаимодействия и приведения данного пандуса в порядок, чтобы жители могли им нормально пользоваться. Микрорайон разделен на северную и южную части. Их соединяет пешеходный переход через Расторгуевское шоссе. Раньше, чтобы перейти дорогу, людям приходилось подниматься по земляному склону. В непогоду сделать это было довольно проблематично. Люди, естественно, к пешеходному переходу переходили прямо по газону. То есть траву сажали, ее затаптывали, люди падали в грязь и так далее. Вот, ну, благодаря усилиям Алексея Юрьевича Валуева, нашего депутата, ступени восстановили, пешеходный переход нарисовали заново, сделали лежачий полицейский перед пешеходным переходом с обоих сторон. И в данный момент люди все довольны. Проблема существовала несколько лет. После обращения к депутату вопрос решился довольно быстро. У меня был вопрос, как раз этот решен с помощью заместителя главы Ленинского городского округа. Мы вместе областились к застройщикам группы компании ПИК, которые проводили здесь земляные работы. И добились того, чтобы они выполнили свои обязательства и сделали лестницу, которые теперь могут пользоваться все жители для того, чтобы переходить на другую сторону дороги. Теперь в условиях часто возникающего гололеда пешеходный переход стал гораздо безопасней. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Приближается 1 декабря, день, когда истекает срок уплаты имущественных налогов. У нас в студии заместитель начальника межрайона ФНС номер 14 по Московской области Анаит Галстян. Анаит Владимировна, здравствуйте. И первая основная тема нашего разговора – уплата имущественных налогов. Да, совершенно верно. Добрый день. Приближается 1 декабря. Это единый срок уплата имущественных налогов, то есть налога на имущество, земельного налога и транспортного налога, а также налога на доходы физических лиц тем лицам, которые будут указаны в налоговых уведомлениях. Что бы хотелось сказать, что рассылка налоговых уведомлений уже давным-давно завершена. Она происходила в сентябре-октябре 2020 года. Налогоплательщикам высылались налоговые уведомления по почте России либо выгружались в личный кабинет налогоплательщиков. Те налогоплательщики, которые по каким-то либо причинам не получили налоговое уведомление, у них существует несколько этапов его получения. Это либо обратиться в налоговую инспекцию для получения налогового уведомления, либо тогда уже зайти на сайт госуслуги, и, соответственно, на сайте госуслуги там есть ступень, по шагову можно пройти и также получить налоговое уведомление, либо подключиться к личному кабинету, и через личный кабинет, соответственно, также можно оплатить налоговое уведомление. Спасибо. А какие изменения ждут с 1 января налогоплательщиков? С 1 января 2021 года в Ленинском районе полностью меняются все реквизиты по уплате налогов. У нас новые совершенно реквизиты, поэтому налогоплательщикам необходимо по старым реквизитам оплачивать только до 31 декабря, потому что с 1 января эти реквизиты уже будут недействительными. Они вывешены на сайте новые реквизиты и администрации, и на сайте также налоговой службы. Следующее, с 1 января 2021 года отменяется единый налог на вмененный доход. И налогоплательщикам, которые в настоящее время находятся на этом режиме, им нужно заблаговременно подумать, на какой же системе налогообложения они будут дальше. Либо они, если это юридическое лицо, они выбирают упрощенную систему налогообложения, то им необходимо до 31 декабря подать заявление, уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения. Если это индивидуальные предприниматели, то они также могут выбрать и упрощенную систему налогообложения, также они могут выбрать патент. Патентная система налогообложения сейчас очень кардинальные изменения в ней произошли. Был принят федеральный закон. Сейчас субъектом Московской области также принимаются изменения к этому закону. Там расширяются и ставки, и виды деятельности. Поэтому нужно посмотреть, если налогоплательщикам будет выгодно, значит, можно перейти на патентную систему налогообложения. И еще для тех лиц, которые сами на себя работают, и у них нет наемных сотрудников, они могут тогда зарегистрироваться уже как самозанятые и осуществлять деятельность вот таким образом. Еще по поводу уплаты налогов я бы хотела отметить, что есть такой ресурс, он называется УИН, это единый налоговый платеж. Это когда у налогоплательщика, например, существует большое количество транспорта, земли и имущества, а налоговая инспекция выдает один единый код, и по этому коду, соответственно, налогоплательщик оплачивает этот налог, а когда он приходит в инспекцию, мы его уже разбиваем на транспорт, землю и имущество. Это очень удобно. Еще я хочу сказать по поводу личного кабинета налогоплательщика, чтобы все-таки платежщики не боялись его. Личный кабинет, он очень удобен для налогоплательщиков, потому что они 24 часа могут обратиться в налоговую инспекцию, подать любое заявление, контролировать все объекты движимого и недвижимого имущества, которые существуют на территории Российской Федерации. Также они могут подать налоговую декларацию по форме 3НДФЛ, оплачивать налоги. Если физическое лицо также является еще индивидуальным предпринимателем, то он через личный кабинет физлица может открыть также личный кабинет ИП, индивидуального предпринимателя, и там уже непосредственно контролировать все свои расчеты, всю свою уплату. К личному кабинету можно подключиться в любой налоговой инспекции по всей Российской Федерации. Для этого достаточно только прийти в инспекцию с паспортом и получить доступ. О режиме работы налоговой сейчас, в данный период, будут ли какие-то изменения или по-прежнему работают? В настоящее время мы принимаем налогоплательщиков с понедельника по пятницу. Понедельник, среда это до 18.00, вторник, четверг до 20.00, а в пятницу до 16.45. Но с 30 ноября в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой было принято решение, что пока налоговая инспекция будет принимать по онлайн-записи. Поэтому, соответственно, можно зайти на сайт налог.ру, там есть запись в налоговую инспекцию, записаться, и по времени уже не надо будет ждать, по времени налогоплательщик придет, и мы его обслужим. Спасибо большое, Анаит Владимировна, что пришли к нам в студию. Напомним, что у нас в студии была заместитель начальника межрайона ФНС номер 14 по Московской области Анаит Галстян. В «Видном» у кинотеатра «Искра» установили главную новогоднюю елку. И это только начало. Совсем скоро улицы и парки украсят световыми арками, инсталляциями и гирляндами. Как изменится город к зимним праздникам, расскажем в нашем сюжете. Предстоящие новогодние праздники пройдут без массовых мероприятий, но несмотря на пандемию, видное традиционно украсят к Новому году. Сотрудники дорсервиса уже приступили к работе. Первой порадовала жителей и гостей города ель высотой 18 метров у кинотеатра «Искра». С появлением елки на главной центральной площади нашего города и у жителей уже появляется хорошее новогоднее настроение. Хочется украшать гирляндами окна, дома уже свою елочку поставить живую, покупать мандарины и готовиться к главному чуду этого года. Очень хорошо, красиво. Да, Гошенька? Красиво. Мы идем с ним, как раз вам говорим. Вчера андека не было, а сегодня за ночь уже поставили. Всего в городе установят 35 новогодних красавиц, 24 искусственных и 11 натуральных. Также создавать праздничное настроение видновчанам будут и световые конструкции. Дополнительно перед кинотеатром «Искры» будет установлено несколько светодиодных праздничных конструкций. Это будет карета, упряжка конная и цветок лотоса. Также будут установлены при установлении минусовых температур ледовые горки и ледовые композиции. Стоит отметить, что праздничным украшением города установкой световых инсталляций занимается 10 подрядных организаций, с которыми были заключены контракты. Работы по новогоднему оформлению города завершатся к 30 ноября. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, ВИДНЭТВ. В муниципалитете стартовали 17-е рождественские образовательные чтения. В связи с напряженной эпидемиологической обстановкой церемония открытия прошла в режиме онлайн. С подробностями наш корреспондент Екатерина Борисова. Обычно торжественное открытие ежегодных рождественских образовательных чтений собирает вместе священнослужителей, руководителей и педагогов детских садов, школ и учреждений культуры, муниципалитета. Но в 2020 году из-за пандемии коронавируса мероприятие пришлось провести в новом онлайн формате. Прямую трансляцию организовал телеканал ВИДНЭТВ. Мы рады приветствовать вас на открытии 17-х районных рождественских образовательных чтений Александр Невский «Запад и Восток. Историческая память народа». 17-е по счету рождественские чтения на этот раз посвящены Александру Невскому. В 2021 году в России отметят 800-летие со дня рождения новгородского князя, великого полководца и святого русской православной церкви. Он для нас образец мудрости, образец храбрости, силы, но при этом и образец смирения. И мы понимаем, что та ответственность, которую он брал на себя, она подчас была, ну, можно сказать, абсолютной. Потому что принять решение в это время значило, что оно могло быть последним. И ошибиться было нельзя. Ученики седьмой школы подготовили небольшое театрализованное представление, рассказывающее о жизни и подвигах прославленного полководца. «Я сужу единому Богу, его чту, ему поклоняюсь. А ты, несколько времени полюбовавшись героем, произнес к окружавшим. Правду говорили мне, нет князя равного этому». По видеоконференц-связи поприветствовал участников чтений и глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. «Я всем нам желаю взаимопонимания, потому что только вместе мы сможем добиться того, что наше общество будет физически здоровым, духовно богатым, высоконравственным, свободным и ответственным. Чтобы наши дети выросли людьми с доброй душой и светлыми помыслами. Желаю всем хорошей, плодотворной работы и полезного общения. И всем не болеть». Представители Видновского благочения и администрации муниципалитета поблагодарили друг друга за успешную совместную работу. «Такая работа обогащает педагогов новыми идеями, знаниями, помогает повысить уровень профессионального мастерства в деле воспитания подростков. Уверена, что такая практика сотрудничества приносит нашему городскому округу большую пользу». В этом году все мероприятия в рамках рождественских чтений из-за пандемии коронавируса пройдут дистанционно. «Впервые мы проведем онлайн родительское собрание, которое будет посвящено отношению как раз отцов с детьми. Больших будет у нас окружных мероприятий, муниципальных девять. Это больших. И мероприятия будут идти уже по школам, по классам. Там большое количество. У них будут и классные часы, и беседы, и встречи с священнослужителями». Кроме того, в каждой библиотеке в рамках рождественских чтений откроются книжные выставки. И, конечно, состоится ставший уже традиционным конкурс сочинений «Письмо священнику». Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно-это. В прошлом месяце были объявлены результаты 11-го конкурса художественного слова «Зубовские чтения». И хотя итоги подводились в режиме онлайн, организаторы приложили все усилия, чтобы каждая награда нашла своего победителя. Первыми на церемонию награждения пригласили учеников Виднорской школы номер 7. В этом году участников конкурса художественного слова «Зубовские чтения» было значительно меньше обычного – около 100 человек. Однако это не упростило работу жюри, подводившего итоги конкурса в прошлом месяце. «У нас еще вот есть «Звериная душа», но там видео не очень, а там вот как раз у Кадырлеева и видео хорошее, и читал он замечательно». Из 39 работ, прошедших в финал, призовые места и специальные номинации получили 18 участников. Абсолютное большинство призовых мест досталось в Виднорской школе номер 7. Екатерина Сидельникова победила в особой номинации. По мнению жюри, она лучше всех прочла стихотворение о Великой Отечественной войне. «Я читала Елизавету Карбуновой «Звериная душа». Мне предложил сначала Коршунов Андрей Валерьевич, руководитель моей группы. Мне она понравилась, она была очень трогательная, и я смогла его прочитать и вжиться в роль. Жил веселый хомячок, у него был сундучок, в сундучке был кабачок. В кабачке жил червячок, раз приходит хомячок, открывает сундучок. О, червячок съел кабачок! Артистичное прочтение шутливого стихотворения Софьи Шматко принесло Тимуру Рустамову победу. Третий классник впервые пробовал свои силы в конкурсе чтецов и свой талант проявил в полной мере. Это было неожиданно, и у меня сразу настроение поднялось, радость, что первое место занял. Всего седьмая школа на зубовских чтениях победила в семи различных номинациях. И хотя в этом году привычной праздничной обстановки не было, в зале ощущалась торжественная атмосфера. На самом деле все равно приятно, и большие скопления я не очень люблю. Так что было уютненько, мило, очень мне приятно, понравилось. А пока еще 11 наград ждут своих победителей, и уже скоро эта встреча состоится. Это все на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания.